Всем привет, чуваки! Это ТОП ДОТА! Уже несколько дней назад вышел патч 7.0.2, все более менее отошли от гигантских стен текста патчноутов и я думаю, что как раз можно поговорить о том, какие же герои получили наибольший профит от всех вышедших фиксов и кто теперь наконец-то заиграет. Поехали! Я думаю, уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или забустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай, и этому сайту точно можно доверять в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA. Ссылка в описании. Сразу говорю, что это чисто моё мнение, можете с ним не соглашаться, можете поспорить со мной в комментах, а можете делать и то и другое, я вам не запрещаю. И к слову, это лишь первая часть, если она зайдёт, то выпущу и вторую. И пожалуй главная ремарка в том, что герои здесь расставлены безо всякой сортировки. Это, можно сказать, не ТОП. Первый счастливчик сегодня это ДУМ. Что ему изменили? Добавили гору бонусного золота на талант 10 левела, добавили гору брони на 15 левел и изменили последний талант. Теперь вместо скучных 65 дамаги с руки, наш Люцифер будет раздавать по 35 лишних единиц урона со своей ульты. Это самые значимые апдейты и я думаю, что бонусный демедж от ульты это реально супер годнота. Но самое ключевое изменение сыграет талант на голду. Всё-таки отличительная черта ДУМа это сумасшедший фарм, а с данным талантом этот фарм будет ещё более сумасшедшим. Так что ждём ДУМа в мете. Следующий герой, который кайфует от патча, это Тускар. Ему увеличили бонусную экспу до 35%, сделали доп урон от сноубола и ещё немного всякого по мелочи. В результате всё это вкупе вылилось в то, что у героя ещё лучше раскрылась та сторона его использования, которой он расположен лучше всего. Это роуминг. Теперь Туск может не так сильно отставать по экспе, как раньше, хорошо камбэчиться после неудачных роумов и в целом быть более полезным на мид и лейт стадиях. Это круто! МЕДУЗА Вместо 10 инты получаем 12, вместо 10% у воротов получаем 15%, вместо агилы получаем 1 таргет сплитшота и получаем чутка лишней маны. Везде по чуть-чуть и в итоге это выльется в нечто годное. Ранние таланты должны слегка ускорить фарм и нехило добавить живучести, тогда как талант на 20 лвеле, который добавляет таргет сплитшота, должен просто разорвать гпм. Всё остальное уже не так уж важно, да и собственно хватит. Простой баф эвейжена и лишний таргет – это уже солидный апп героя. В пачноуте это, конечно, всего две строчки, однако на игре это отразится куда жёстче. КУНКА Лютый баф второго скилла, как в радиусе, так и в общей дистанции срабатывания. Кроме этого герой ещё получил дополнительный дамаг с торрента и кучу мэджик резиста. Как итог, мы должны получить увеличение керри потенциала и солидный апп на стадии лейнинга. Теперь Кункевич будет харасить вас ещё жёстче, а вы будете страдать ещё сильнее. Возможно именно это и станет ключевым фактором, который и поможет адмиралу взять мету дота 2 на абордаж и плотно в ней закрепиться. А последний челик – это БХ. Тут у нас похожая картина с лузком. Героя делают более роумящим и более полезным на стадиях после роуминга. В нашем случае опять же бустанули Экспу, а кроме этого увеличили время стана Шурикена от Аганима, густанули в талантах Домашку, Увороты и дамаг от Шурикена. Ну и итог будет ожидаемым – поднимется юзабельность на мид стадии и как следствие неслабо поднимется винрейт. Да и из-за этого Экспо-буста Хирыча должны почаще брать на роль роумера, ведь этот талант – это неслабая такая подстраховка. На этом всё. Если видос вам понравился, то бахните лайк, подпишитесь и обязательно напишите в комменты, делать ли мне вторую часть с ещё пятёркой героев, а также пишите какие хирычи на ваш взгляд и на вашем рейтинге получили самые жёсткие апы. Возможно некоторые из них я уже планирую показать во второй части, а возможно я сделаю это благодаря вашему комменту. Новые пасхалки я кстати уже ищу. На этой или на следующей неделе будет видосик. Так что подписывайтесь и чекайте ленту, не пропустите. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...